Всем привет, меня зовут Павел Итрук и сегодня я покажу свой один из любимых ударов, это удар по печени. Сейчас разберем удар рукой по печени. Этот удар я очень часто ношу в боях и он очень эффективно проходит. Есть несколько вариантов. На самом деле удар по печени, он наносится в основном со средней дистанции, так как если я буду бить с дальней дистанции, он мне может ответить. Да, я либо не дотянусь, точно так же он отойдет и ответит, либо я могу просто провалиться. И точно так же, если начну сблизи, то удар не будет настолько мощный, как он может быть на самом деле. Он будет таким тычком, можно сказать. Самое эффективное его наносить именно со средней дистанции. Обязательно нужно учесть тот момент, что при ударе в печень ваш кулак должен быть развернут пальцами вверх. Так как если вы будете, допустим, наносить удар и пальцы будут немного не так находиться, то вы можете их просто сломать. Когда вы наносите удар пальцами вверх, он подлазит прям под локоть, потому что противник, естественно, будет защищаться. Вот. И он очень четко заходит в печень. Также очень интересный момент в том, что этот удар нужно проводить, обязательно отвлекая противника. Если точно так же наносить его просто сразу, то противник нанесет вам контрудар, либо просто отойдет. При этом нужно показать ложное движение. Вот в основном, как я делаю, у меня был бой в Китае, я бился. Я сделал ложное движение, пробил удар по печени, и он эффективно прошел. То есть вы, к примеру, показываете как бы удар правой, противник реагирует на это. Он может быть разными способами реагирует, но в основном люди реагируют, поднимая руки вверх и защищая голову. При этом вы открываете его, и вот у него слегка приподнялись локти. В этот момент вы именно наносите удар по печени. Вот. Здесь еще один очень важный момент в том, что вы не должны ни ломаться в сторону, ни тянуться с рукой вперед, точно так же не назад. Вы должны стоять ровно, ваша спина, как пруд пробили, и вы делаете благодаря вращению этот удар. Все остается на месте, плечо прикрывает немного подбородок, вторая рука тоже прикрывает подбородок, чтобы вам не ответили. Нужно в момент удара заряжаться на переднюю ногу, и при самом нанесении вы должны прям переносить его центр тяжести на другую сторону. Тем самым вы как бы раскручите свое тело и всей массой своей вы вставляете удар прямо ему в корпус. Обязательно нужно понимать, что вы должны наносить удар не рукой, а именно всем телом, начиная удар с самих ног. То есть весь заряд идет снизу и пошел на самого противника. Поэтому, когда вы наносите удар, вы должны понимать, что вся ваша структура должна именно входить в него. Так же этот удар вы должны наносить не мимо, не просто ему ударить, а вы должны как бы бить сквозь него. То есть вы представляете вот его позвоночник, и вы прям сквозь пробиваете этот удар. Так будет намного эффективнее, и буквально там этого удара не нужно особо много сил, чтобы попасть, и человек упал. Самый простой способ нанесения этого удара, это, естественно, вы должны показать ложное движение удара рукой, либо смещением корпуса в сторону, либо через блок. Но это вы уже сами определяете по ситуации. Много есть вариантов, но, допустим, я применяю несколько из них. Это нанося удар правой в первый раз, я смотрю, как реагирует противник. Поднимает ли он руки, либо он отходит, либо он просто сбивает руку. Но в основном, как я еще раз повторюсь, все поднимают руки вверх для того, чтобы закрыть свою голову. При этом я первый раз кидаю рукой, он защищается. Второй раз я могу кинуть, и отсюда уже, видя то, что он приподнял немного локоть, на самом деле мне не нужно, чтобы он там сильно поднимал, мне нужно, чтобы он хотя бы немножко приподнял. И я могу либо отсюда уже наносить удар, либо могу со смещением в сторону нанести удар, либо могу с подскока нанести удар. Это уже я буду действовать по ситуации, так как дистанция будет мне уже позволять, что мне нужно делать. Также я могу этот удар нанести с блока. То есть он наносит мне удар правой рукой, уходя, точно так же я не валюсь ни в сторону, ни вперед, ни назад, там, не подседаю. Именно я четко, уходя по кулаку, вот, я даю себе возможность зарядиться на этот удар скручиванием. И в момент, когда рука остается, я наношу ему уже именно непосредственно сам удар. Дальше я могу продолжить любую комбинацию, либо просто уйти в сторону. В ММА этот удар на самом деле очень редко кто бьет, потому что, ну, в основном все заряжены на то, чтобы наносить удары в голову. И вообще, на самом деле, в ММА мало кто работает по корпусу, хотя на самом деле это очень эффективно. К примеру, вот, допустим, я наношу точно так же этот удар с клинча. Я, как бы, загружаю голову его, да, держу его в клинче, точно так же я могу и коленом там бить. Но в основном я пригружаю его в голову, и если кто знает, да, там, видел хоккейные матчи, вот, они начинают там рубиться одной рукой. Вот то же самое, здесь ничего не надо, здесь просто вот одной рукой я ему напихиваю, вот, бью все время в печень. Он будет закрываться, я могу переводить на голову. Опять на печень, на голову, допустим. И тем самым я вот вывожу его из равновесия. Дальше я могу любую там атаку проводить, но тем самым я показываю то, что я одной рукой контролирую его. Здесь я могу любые удары носить, либо голова, либо печень. Но в основном я кормлю печень, печень, потому что противник подседает, подседает. И уже я вижу, когда он уже чуть-чуть подсел, я уже могу перевести удары на голову. Подписывайтесь на канал Blood & Sweat, смотрите, ставьте лайки, учитесь, пробуйте, и у вас обязательно все получится. То же самое я могу сделать с забеганием. Я его отпихиваю, отпихиваю рукой и закрываю глаза. Субтитры сделал DimaTorzok